Здравствуйте! В эфире новости. В студии Павел Танин. В ближайшую минуту расскажем о главных событиях к этому часу и в этом выпуске. 30 миллиардов инвестиций и сервисный центр для техники Южной Якутии. Юрий Трутнев сегодня работает в Нирюнгринском районе. Оправдан ли рост? Цены на свежемороженую рыбу в Якутске ежегодно увеличиваются. Одно из самых важных сражений сегодня в России отмечают годовщину победы советских войск в Сталинградской битве. Территория опережающего развития Южной Якутии реализует быстрее запланированных планов, а объем его инвестиций составляет 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Сегодня он провел в Нирюнгре совещание по вопросам развития территории. Напомним, ее создали в декабре 2016 года. Основной специализацией предприятия станет добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также сегодня там подписали договор о строительстве сервисного центра по обслуживанию техники, работающей на предприятии. В Якутске приостановили занятия во всех школах. Дети не будут учиться с 3 по 13 февраля. К такому решению сегодня пришли на заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. По итогам трехдневного мониторинга в столице отмечают рост заболеваемости ОРВИ, превышение недельного эпидемического порога 15%. Городское управление образования также официально отменило дополнительные занятия и другие внешкольные мероприятия. Следующее заседание комиссии состоится 13 февраля. Довольно долго держались без карантина. И вот эти точечные меры закрытия классов, групп в детских дошкольных учреждениях и даже в последние дни несколько школ были закрыты. Они дали хорошие результаты. Но сегодня мы, тем не менее, решили о приостановлении учебных занятий во всех школах нашего города, в учреждениях дополнительного образования для детей с 1 по 12 класс. У нас 12 класс, я говорю, потому что центр образования у нас 12 класса. С 3 по 13 февраля. Следующее заседание СПК пройдет 13 февраля, где мы примем решение либо о продлении, либо о приостановлении карантина. Все части ракеты «Союз», стартовавшие с космодрома «Восточный», упали на обзаданных местах. Об этом нашему телеканалу сообщили специалисты Роскосмоса. Напомним, что накануне с космодрома запустили ракету-носитель. Как и во время предыдущих запусков, отделяющиеся части упали на территории Алданского и Вилюйского районов Якутии. Вчера мы произвели отбор проб снега и измерение мощности дозы гамма-излучения в мониторинговых точках. Сегодня планируется непосредственный поиск отделяющих частей, главного обтекателя, который здесь приземляется. Сегодня страна отмечает годовщину победы в Сталинградской битве. 75 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков. Сражение является переломным в Великой Отечественной войне. С праздником Якутиан сегодня поздравил руководитель региона Егор Борисов. Он также напомнил имена героев. Цитата «Сегодня мы низко кланяемся и благодарим за подвиги живущих рядом с нами ветеранов и участников Сталинградской битвы. Петра Рыбкина и Михаила Соколова из Якутска, Николаева из Вилюйска. Мы свято чтим имена всех героев Сталинграда и завещаем своим детям и внукам не забывать о них». А в СФФУ в честь годовщины провели флешмоб. Участие в нем приняли студенты всех институтов и факультетов ВУЗа. Акция прошла в каждом корпусе университета. Только в здании технических факультетов собралось полторы тысячи студентов. Сегодня на данной акции были студенты Инженерно-технического института, Горного института и Геолого-разведочного факультета. Около полутора тысяч человек. Целью данного мероприятия было повышение патриотизма среди студентов и сотрудников нашего университета. В Усилданском районе прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора провели проверку организации питания в детских садах района. В результате выявили нарушения. Как оказалось, в дошкольных учреждениях требования санитарно-эпидемиологического законодательства не соблюдаются должным образом. По результатам проверки в двух детских садах Чуранчих, села Майагас, выявлены нарушения хранения продуктов питания с истекшим сроком давности. А также в детском саду Кончане, села Мандава, выявлены продукты без соответствующих, подтверждающих их качество и безопасность документов. По результатам данной проверки в адрес руководителя образовательного учреждения направлены представления, вынесены представления, а также два руководителя привлечены к административной ответственности. Спрос на жизненно необходимые лекарства не падает, а наоборот растет с каждым годом. В 2013 году цены на такие препараты снижались на полпроцента. В прошлом году цены снизились еще почти на два. Показатель стал рекордным за последние пять лет. Чего ожидать в 2018 году и действительно ли снизились цены на самые необходимые лекарства, узнавал наш корреспондент. Список жизненно важных препаратов входит свыше 600 лекарственных средств, преимущественно отечественного производства. Список охватывает все группы препаратов, от сердечно-сосудистых и гормональных, до противоопухлевых и средств для наркоза. Этот список ежегодно корректируется правительством. В этом году он был существенно расширен. В этом году еще 60 международных непатентованных наименований прибавили. И является он обязательным для всех аптек. В 2018 году роста цен на лекарства, которые вошли в список жизненно важных препаратов, не ожидается. Есть тенденция к снижению стоимости лекарственных препаратов. Если в целом по республике взять, например, закупочные цены по сравнению с 2016 годом снизились на 2,9%, это почти 3%. А розничные цены снизились в амбулаторном сегменте на 1,6%. Так снижение цен наблюдается на отечественные препараты. Об этом сообщают работники аптечных пунктов. Например, вот Кагоцел у нас было 271 рубль, сейчас новая поставка уже 268. Арбидол у нас до нового года было где-то 273 рубля. Сейчас у нас новый приход, вот январский приход, 264 рубля он сейчас стоит. Ну, уже чувствуется, на российские препараты цены занижаются. Сегодня доля препаратов отечественного производства в перечне жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов 84%. И нынче этот показатель планируют довести до 90%. А что касается препаратов, цены на которые не регулируются государством, по оценке Минпромторга Российской Федерации, их стоимость диктуется спросом, стабильным на протяжении многих лет. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Григорий Григорьев, Якутск. А вот на рыбу в Якутии цены падать не собираются, а с каждым годом в столице региона они только растут. Насколько обоснован такой рост и кто контролирует перекупщиков, узнавал Петр Говоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, чир за 900 рублей. А вот они на него не валят? Вот 2-килограммовый. 2-килограммовый, да? Да, за 800 могу отбить. Вот смотрите, у меня в руках находится чир. Он стоит 900 рублей, вместо чокурдах. Мне дают за 800 рублей. Скидка 100 рублей. Цена рыбы зависит в первую очередь от стоимости перевозки. Пока не все зимники в арктических районах открыты. Рыбу доставляют только авиации. От этого и цена высокая. ДСМ у нас стоит дизельное топливо больше 50 рублей. О бензине говорить не буду, да, сколько в Якутске и сколько оно будет стоить там. А эти расходы практически составляют 50%. Плюс заработная плата, плюс материально-техническое оснащение. И, в общем-то, рыбу рыбачить очень далеко. Несмотря на высокие цены, настоящие любители свежемороженной рыбы за ценой не постоят. Есть даже те, кто уверен, лучше покупать рыбу, завезенную именно самолетом. Качество лучше. Правительство республики поддерживает местное рыболовство, выделяет дотации. Но сегодня последнее слово по цене за перекупщиками рыбы. До Нового года транспортные расходы большие. До января месяца, в феврале только подходят машины. И там как бы цена падает. Но мы не роняем эту цену фактически. В принципе, цена одинаковая на цену получает до Нового года. Это сколько? 200? 200 рублей, 250. Ситуацию с бесконтрольным ростом цен на северную рыбу сегодня сдерживает комитет Арктики. Проводим масштабные такие ярмарки. Осенью, в октябре, когда приходит рыба, которая выловлена летом, заморожена в шоковых и холодильных установках, будем проводить в октябре. Будем проводить 25-24 декабря перед Новым годом. Так, в этом году в столице республики состоялись три ярмарки. Следующую планируют уже в марте. Петр Говоров, Василий Слепсов, Якутск. Якутские холода под прицелом мировых СМИ. В российской и зарубежной прессе одной из популярных тем в эти дни стало фото девушки за снежными ресницами. Снимок растиражировали международные интернет-издания. Все это вызвало огромный интерес к нашему региону. Рассказывает Серглана Федорова. Снежные ресницы захватили соцсети. Три недели назад жительница Якутска Анастасия Груздева разместила на своей страничке селфи, сделанное прямо на улице в минус 50 градусов. Ее заиндивившие ресницы быстро набрали популярность. Сегодня у Анастасии уже 55 тысяч подписчиков в Инстаграм. Все было как обычно. Я думала, выложу фотографию, друзья что-нибудь напишут и все. Что она дальше куда-то пойдет. Нет, конечно, я о таком не думала. Буквально на следующий день народ начал интересоваться этим фото. Многие где-то за границей узнали, что люди могут жить при минус 40, что есть такой город. Конечно, все это не может не быть приятным. Мировые СМИ таки пестрят новостями о холодной Якуте. Окунуться в незамерзающий источник при максимально низкой температуре – главное развлечение этой зимой в Аймяконе. Испытывать такой температурный стресс полезно для здоровья, уверены многие гости, кто приезжает на полюс холода. Вы знаете, я сам это искупался в Аймяконе совсем недавно, 63, минус 63. И очень много отзывов от моих друзей иностранных, то есть в Сингапуре, в Китае, на западе. То есть все уже знают о Аймяконе, все хотят приехать и испытать на себе холод наш. За декабрь и январь только Аймякон посетило около 150 туристов. Среди них 8 китайцев. Они назвали свое купание в незамерзающем роднике в 65-градусные холода сенсационным действом мирового уровня. 61-летний путешественник из Франции и в Шалуан покорил полюс холода на велосипеде. Также вызов якутским морозам бросили звезда мирового альпинизма Симоне Моро, студенты из Южной Кореи и фотограф из Австралии Хью Браун. Он приехал в Якутию снимать документальный фильм о холоде. Якутские морозы вызывают неподдельный интерес у иностранцев. Но рывок на въездной туризм осуществить сложно. Не хватает комфортных мест для размещения туристов. Недостаточно развита инфраструктура. К 2020 году в столице республики планируют построить отель Хилтон. Строительство на 20% уже готово профинансировать турецкая компания Икцигрупп. При этом турецкие инвесторы осознают, что первые три года проект вряд ли принесет прибыль. Но верят, что Якутия станет привлекательным местом для мирового туризма. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Это все главные новости, которые мы успели вам рассказать. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего самого интересного. А также актуальные новости можете найти на портале укт24.тв. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова